Приветствую всех, дорогие друзья. В этом ролике собраны самые интересные новости железа и игр, поэтому досмотрите его до конца, чтобы быть в курсе происходящего. И с вашего позволения я хочу начать с первых тестов обновленной серии AMD. В базе данных GFXBench появились данные о производительности RX 6750 XT. В основе этой видеокарты используется графический процессор Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами, а также 12 Гб памяти GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц. Ожидается, что более высокая частота памяти и повышенный показатель энергопотребления по сравнению с RX 6700 XT пойдет новинке на пользу и повысит ее производительность. Однако уже сейчас в тесте GFXBench новинка оказалась всего на 2% быстрее актуальной RX 6700 XT. В сцене от Stag Ruins при высоких настройках графики средний показатель кадра в секунду у RX 650 XT составил 366,5 FPS. А обычная RX 6700 XT в том же тесте показывает 362,2 кадра в секунду. Конечно, по одному тесту нельзя делать выводы, но 2% это даже не прирост, а какая-то погрешность. Молодой китайский бренд Vast Armor представил флагманский графический ускоритель RX 6900 XT в двух собственных исполнениях Alloy и Super Alloy. Обе карточки оснащены массивными трехвентиляторными системами охлаждения и предлагают заводской разгон. Несмотря на то, что видеокарты RX 6000 присутствуют на рынке уже второй год, в ассортименте китайской Vast Armor были только RX 6600. В течение же последних недель производитель расширил свои предложения моделями RX 6700 XT, RX 6500 XT и RX 6400. И вот теперь очередь дошла до флагманской RX 6900 XT. Карточки Vast Armor, Alloy и Super Alloy получились очень массивными и занимают по три слота расширения. Всё различие между ними в том, что центральный вентилятор видеокарты Super Alloy красный, а не чёрный, как у обычной версии Alloy. В целом такое исполнение выглядит достаточно свежо и будем надеяться Vast Armor сможет вырасти по объёмам до конкурентов. Процессор Core i5-12490F, представленный компанией Intel эксклюзивно для Китая, подешевел на местном рынке. Теперь шестиядерный чип с увеличенным кэшем предлагается от 207 до 215 долларов, вместо изначальных 250. Напомню, что по характеристикам Core i5-12490F практически идентичен Core i5-12500, разве что у него нет стройки. Ключевым же отличием 12490F является наличие 20 мегабайт кэш-памяти L3 вместо 18 мегабайт у Core i5-12500. Кстати, этот эксклюзивный китайский камушек уже можно приобрести на Алиэкспрессе, а ссылочку на него я оставил в описании. Потребительская версия консоли Xbox Series X оснащена 16 гигабайтами системной памяти стандарта GDDR6. Эта память разделена на два стека, быструю память объёмом 10 гигабайт и медленную память объёмом 6 гигабайт. Но знали ли вы, что комплект разработчика Xbox Series X оснащен в 2,5 раза большим объёмом памяти. Именно это поведали нам Gamers Nexus, разобрав девкит Xbox Series X. Правда, у данного образца даже есть интересная фишка, так как если неавторизированный пользователь подключит девкит к интернету, то это моментально приведет к блокировке консоли в сети. Поэтому тестов сделать просто не получилось, ведь игры после блокировки скачать попросту нельзя. Разборка же девкита показала, что он оснащен 20-ю самсунговскими чипами GDDR6 объёмом 2 гигабайта каждый. Таким образом общий объём памяти устройства составляет 40 гигабайт, но к релизу осталось только 16. Такой объём памяти у девкита позволяет разработчикам игр без каких-либо проблем проводить отладку неоптимизированных сборок с несжатыми текстурами. И ещё тут система охлаждения состоит из двух вентиляторов тангенциального типа, большого радиатора с медными трубками, а также большой медной испарительной камеры. Многие компоненты для ноутбуков стали дефицитными товарами на фоне локдауна в Шанхае, Куньшане и других населённых пунктах. Если раньше ожидалось, что локдаун в городах вроде Шанхая и соседнего Куньшаня продлится всего одну-две недели, то теперь похоже, что он сохранится не менее месяца. А контрактные производители электроники в этих регионах закрыли свои заводы ещё в конце марта. Это случилось как в Шанхае, так и в Куньшане, который вообще является крупным хабом по сборке ноутбуков и выпуску для них компонентов. Известно, что там локдаун продлили до 27 апреля и возможно производство не возобновится раньше окончания первомайских праздников. В общем, по производству ноутбуков был нанесен очень большой ущерб, который однозначно скажется на доступности и ценах. По мнению аналитиков Counterpoint Research, мировой дефицит чипов может сократиться во второй половине этого года. Свои выводы эксперты делают на основе анализа рынка смартфонов, где с конца 2021 года наблюдается ослабление нехватки основных компонентов. Аналитики отмечают улучшающуюся ситуацию с поставками мобильных чипсетов с поддержкой 5G для всех сегментов смартфонов. Аналогичная картина наблюдается и с ускорителями мощности и с радиочастотными приёмопередатчиками. Однако наблюдается дефицит старых поколений процессоров с поддержкой 4G, а также интегральных схем для управления питанием. В сегменте ноутбуков и настольных ПК, как сообщают аналитики, сократился разрыв в поставках микросхем для управления питанием, модулей Wi-Fi и контроллеров ввода-вывода. Но по итогам первого полугодия общий объём поставок микросхем снизится по сравнению с первой половиной 2021 года. Отчасти это произойдёт из-за того, что расширение производств на фоне дефицита привело к заполнению каналов поставок микросхем, которые уже находятся в обращении. Другими факторами снижения называется падение спроса на потребительском рынке ПК, а также локдаун в Китае. Ну а ещё больше новостей вы можете найти в моём телеграм канале. А я как всегда хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает ролики лайком и копеечкой. До скорых встреч, друзья.